По дуфой жители двух сел Нурлино и Николаевка перекрыли проезд грузовой машинам. Против многотонных самосвалов они выставили легковушки и себя. Так неравнодушные вышли на защиту полей, куда вываливаются зловонные кучи черного цвета. Это у нас так называемая Старосухаревская дорога. Они там все очистили, проезжают буквально за первую посадку и уже там начинают вываливать. Мы видим поле непосредственно, это уже новые выгрузки. До этого возили гораздо дальше. В первых числах января сельчане начали жаловаться на резкий химический запах, который доносился до деревень. Активисты начали выяснять, что и куда привозят. Возят с 2 января, но мы как бы думали по своей наивности, что с птицефабрики. Но это не страшно, как говорится. Мы надеялись на это. Но мне сообщили, что оказывается это отходы Уфа-водоканал. Это иловые отложения. С Уфа-водоканал возят. Эту информацию местные жители сначала выведали у водителей грузовиков, которые и возят иловые накопления с очистных сооружений. Затем удалось найти и подтверждающие документы. Заказчиком выступает Уфа-водоканал. Он расторговал. Там что-то они не поделили. И вот так получилось. Но в итоге получается на сельхозземли на наши везут эти иловые отложения. Активисты говорят, отходами завалено 12 гектаров земли. По их подсчетам на поле вывезено 600-800 камазов. Главы Уфимского района и сельсовета написали жалобы в природоохранную прокуратуру. Нам нужно провести все проверки, все исследования именно независимыми организациями. И уже поставить точку, либо это можно, либо это нельзя. Какой класс опасности определить нужно. Природоохранная прокуратура взяла ситуацию на контроль, но жалобы перенаправила в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Оперативные комментарии в Уфа-водоканале предоставить не смогли. Редакция ЮТВ направила официальный запрос. Рустам Нурешев, Городской телеканал ЮТВ.